Всем доброго времени суток! Сам я любитель каких-нибудь длинных РПК, из которых ты не вылазишь часов по 50 и больше. И я попытался вспомнить долгие игры, которые мне понравились, и также поделиться ими с вами. В видео вы увидите разнообразные игры разных жанров. Также я постарался подобрать те игры, которые не очень требовательны и пойдут практически на любом старом ПК. Ну а если ты увидел здесь свою любимую игру, то жми подписаться и прожми большой палец вверх. Это очень помогает понять, что контент вам нравится. Ну и усаживайтесь поудобнее, берите чай и приятного просмотра. Мы начинаем! Первой игрой на 50 часов и более хочу посоветовать вам Borderlands. Представляет собой шутер РПГ от первого лица с отличным сюжетом, юмором и с кооперативом. По сюжету нам рассказывают о планете Пандора, наполненной разными чудищами, сошедшими с ума бандитами, ну и конечно же самыми разнообразными сокровищами. На выбор у вас есть 4 персонажа с разными способностями и характеристиками, вы вольны сами выбрать кем играть. Графика просто прекрасна, не такая как все игры, она будто нарисованная. Мне очень понравилась эта особенность, так как такой мир создает уникальную атмосферу комиксов и фантастических приключений. С каждым уровнем у вас есть широкий выбор из пассивных умений, которые вы можете изучить, много разнообразного оружия и прочего вам будет чем заняться в игре, а примерное время прохождения 70-80 часов. Еще одна отличная игра, которая прошел с удовольствием и этот Dishonored от компании Arkane Studio, создателя моего любимого Dark Messie, представляет собой Action Adventure Stealth, в котором игрок выступает в роли императорского телохранителя по имени Корво, который прибывает из далекого путешествия с неким донесением. И как раз в этот момент из ниоткуда появляется убийца, расправляется с императрицей и похищает ее дочь. Во всем обвиняют Корво и наш протагонист оказывается за решеткой. Отсюда мы и начинаем свой путь вместе. Интересная и своеобразная графика, прекрасно подчеркивающая общую атмосферу игры и образ мрачного города, где лишь стены прекрасного и богатого обставленного особняка отделяют его обитателей от нищеты, голода и крысиной чумы, что свирепствует снаружи. У игрока есть множество возможностей улучшить собственное оружие и свои сверхъестественные способности, затачивая их под индивидуальный стиль игры. Удобный и несложный геймплей не создаст проблем и только усилит удовольствие от прохождения игры. Неторопливое прохождение с выполнением всех заданий полным исследованием может занять у вас от 50 до 60 часов. Райзен представляет собой приключенческую RPG в открытом мире. По сюжету главный герой приходит в себя на берегу неизвестного острова после кораблекрушения. Как и в Готике, у главного героя нету имени, но и это не очевидно, разработчики одни и те же. В начале игры у главного героя нету ничего, ни одежды, ни оружия. Первым, что он находит, будет палка, с которой поначалу будет тяжело. Любой моб может убить его с пары ударов. Но через время главный герой обживается новым хорошим оружием, качественной броней и может спокойно начинать исследовать весь открытый мир. А он огромен и может затянуть вас на долгие вечера. Все локации красивые и атмосферные, особенно пещеры и болота. Сюжет интересный и затянет вас головой. Примерное время прохождения часов 60, а то и больше. Все зависит от вашей игры. Ну и немножко старой классики, а именно Baldur's Gate. Представляет собой РПГ, но это не обычная фэнтези. Атмосфера игры пропитана интересным сценарием, где главный герой не сразу имеет цель или прошлое, а должен все это во время прохождения узнать. Графика, конечно, не заоблачная, но главное не графика, а сюжет и геймплей, который тут просто божественен. Сразу могу сказать, в этой игре вам придется умирать очень часто, как в том же Dark Souls. Спойлер, сегодня мы о нем еще поговорим. В игре, как и в любой другой РПГ, можно общаться с NPC, торговать, изучать заклинания и прочее. Звуки и музыка просто бесподобные. Приятная и ненапрягающая музыка будет только в плюс к вашей игре. Игра может занять у вас от 50 часов и даже более 100. Еще одна нетребовательная игра, прохождение которой займет у вас много времени, и это Saints Row часть 3. Запуская игру, хочется невольно закричать, черт подери, да что творится на экране. И действительно, на нем творится что-то совершенно непрозумительное для нашего ума. Постоянно кажется, будто ты попал в чью-то невообразимую мысль, которая просто зашкаливает невообразимостью и жестокостью. Наш главный герой практически бессмертный, но все это было сделано ради зрелищности, поверьте мне на слово. Все это было сделано не зря. Миссии в игре попросту безумные. Представьте себе, что вы едете в одном кабриолете с тигром, который при малейшем испуге начинает кусать и царапать вас. Радует то, что вы можете сами создать своего героя, и редактор персонажей не уступит даже самым именитым RPG. Также мы можем прокачивать своего персонажа. Мы можем улучшать владение оружием, можем выбрать ветвь для того, чтобы носить больше оружия и гранат. И это малый перечень возможного. Открытый мир не может не порадовать. Примерное прохождение игры займет у вас 60-70 часов. Думаю, на моем канале есть любители космических симуляторов. Ну и я решил для вас упомянуть космические рейнджеры HD Революция. Представляет собой RPG, пошаговую стратегию, экшен, аркаду и много других стилей. Сюжетная линия, посвященная противостоянию пиратам. Пока коалиция воевала с доминаторами, пираты под командованием таинственного лидера объединили свои усилия и приступили к организованному захвату власти в галактике. Игроку предстоит выбрать, кому противостоять, пиратам или доминаторам, либо сразу всем. В игре имеется две полноценные сюжетные линии, доминаторская и пиратская. Проходить одновременно можно сразу две. Для пиратской сюжетной линии в игре есть уникальные звания, новые диалоги и квесты, как основные, так и побочные. Чуть не забыл, вы можете оставлять на необитаемых планетах для исследования спутники. Очень полезно, потому что на планетах постоянно находятся какие-то ресурсы или оборудование. В принципе, об игре можно рассказывать много, но мое мнение это мое, мне она очень понравилась. Попробуйте поиграть сами, а прохождение игры займет у вас 70 часов. Ну и одна из моих любимых игр и это Fallout New Vegas. Хоть она и получила вид от первого и третьего лица, но зацепила меня на долгие вечера. В отличие от третьего Fallout, в Fallout New Vegas появилось много нового. Новая территория для игры переносит нас от столичной пустоши в пустошь Мохава. В игре множество новых локаций для исследования. Также появилось много новых квестов, которые вы можете выполнять. В игру добавлено много нового оружия и брони. Также в городе появилось казино. В них вы можете поиграть на игровых автоматах, сыграть в рулетку или в джек. Также вы сможете выиграть деньги или же их проиграть. Если вы любите игры про апокалипсис, то игра вас затянет надолго, а по времени на один лишь сюжет вам придется потратить более 60 часов. Все время хотел посоветовать вам Sacred 2 Fallen Angel, но как-то забывал и вот для игры появилось место. Представляет собой классическую РПК с эльфами и прочими чудовищами. Большой выбор героев, квесты, лут, вам понравится все что есть в этой игре. По сравнению с первой частью графика стала на порядок выше. Добавление 3D, поддержки физикс и прочих мелочей сделало мир Анкарий более красочным, насыщенным, глубоким, детализированным. Атмосфера волшебного мира передается и на звуковом уровне. Шум моря, звуки шагов, пение птиц, покачивающие деревья и так далее. Героев у нас 7. Из них только Серафима перекочевала с первой части. Остальные герои новые, каждый со своими тараканами, магией и характеристиками. Помимо героя игрок может выбрать уровень сложности, режим игры, линию кампании, свет или тень, а также бога покровителя, который будет отличным помощником на протяжении всей игры. Я думаю, говорить о игре можно очень долго и лучше поиграть. Время прохождения отличной RPG займет у вас от 50 часов и выше. А если не торопливо все исследовать, то и все 150-200. Ну и немного веселых игр, а именно The Escaptious 2. Эта игра научит вас терпению. Я рекомендую эту игру, потому что игра действительно завораживающе хороша. Как и первая часть, The Escaptious мне очень понравилась. На самом деле, сбежать порой очень легко, но игроки по привычке ищут самые сложные пути. И это сбивает с толку. Побег можно совершить кучей разных способов. И чем легче способ ты выберешь, тем быстрее выйдешь на свободу. Не факт, что наоборот. Ведь уровней-то много, и тебя обязательно вернут обратно. Тема с заданиями от других персонажей в тюрьме тоже интересна, и монеты зарабатывать легче всего именно ими. Берешь пару легких заданий и не паришься. Играть в Escaptious лучше чисто для отдыха, когда нечем занять себя и нужно убить пару часов. А сбегать с тюрьмы можно от 50 часов. Ну и напоследок немного хардкора. Да, я понимаю, что мало людей любят Souls-like жанр. И я их с одной стороны понимаю. Раньше тоже не любил, пока не засел и не убил первого босса. Победа мне принесла огромное удовольствие. И я так прошел почти все игры в жанре Souls-like. Игра не жалеет новичков, так что тем, кто не знаком с серией, придется очень туго. Вы будете пытаться пройти участок уровня все больше и больше раз, а он все равно не будет поддаваться. Вы будете снова и снова пытаться убить босса, он будет только смеяться над вами. А когда вы все же одержите победу, не радуйтесь слишком сильно. Ибо любой рядовой монстр может помешать вам дойти до костра. В игре очень темная и мрачная атмосфера, в которой вам предстоит прорываться сквозь полчища тварей. Но будьте осторожнее, погибнул вам, придется начинать все сначала. А способов умереть тут, поверьте, огромное изобилие. А умирать придется более 70 часов. Ну вот я думаю, можно и закончить данную подборку игр на 50 плюс часов. Думаю, тот, кто выберет себе игру, останется в ней на долгие вечера. И им будут как раз чем заняться летом. Как раз карантин еще не отменили, делать дома особо нечего, можно и пройти. Если же вам понравилась подборка, то ставьте большие пальцы вверх и пишите в комментарии игры, которые бы вы хотели увидеть в следующем видео. Автора игры я упомяну в видео, а игру добавлю в топ. Всем хорошего настроения и играйте только в лучшие игры.